МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России хотят ужесточить санкции в отношении пьяных водителей. Соответствующий законопроект Госдума обсудит в марте. Тогда же депутаты поговорят и о возможности отмены так называемого нулевого промилле. Ведь существующей нормой многие недовольны. В этой связи мы решили познакомить вас с немецким опытом. Скажу сразу, в Германии все не так строго, как в России. Допустимая граница 0,3 промилле. А если не было аварии, водитель ведет себя адекватно, даже 0,5 промилле. Все подробности в репортаже Александра Прокопенко. Город Бонн половина десятого вечера пятница. Полицейские останавливают сразу по несколько машин и, не объясняя причин, предлагают свернуть на парковку. Водители одновременно растеряны и удивлены. Но через несколько секунд все становится ясно. Это рутинный контроль. Стража порядка любезно предлагает водителям пройти проверку на наличие алкоголя в крови. Уровень более 0,5 промилле – это административное правонарушение. Свыше 1,1 – это уголовно наказуемое деяние. Подвыпившему водителю, который ничего не нарушил, может грозить штраф от 500 до 3000 евро, а также лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев. Но в полиции не советуют превышать и уровень в 0,3 промилле. В случае аварии или нарушения правил дорожного движения алкоголь будет засчитан как отягчающее обстоятельство. От просьбы пройти контроль добровольно лучше не отказываться. Нарушителя отвозят в ближайший полицейский участок. Там врач берет у него кровь для анализа. Затем составляется акт об административном правонарушении либо о совершении уголовного преступления. Водительские права изымаются на месте. На глазах нашей съемочной группы одна девушка как раз отказалась дунуть в трубочку и заперлась в машине. Лишь спустя несколько минут полицейским удалось все же уговорить ее выйти из автомобиля. Девушку посадили в патрульную машину и отвезли в полицейский участок. Остальные же водители вели себя мирно. Проходили тест, брали трубочку на память и спокойно уезжали. Во время алкогольного контроля я сам решил проверить, насколько породив аппарат, который используют полицейские. Итак, я даю команду. Вы три секунды дуете, пока не услышите звуковой сигнал. Стоп! Спасибо большое! Отлично! Отлично! В 2011 году из-за пьянства за рулем в Германии погибли около 400 человек. Цифра огромная, но это в два с половиной раза меньше, чем 12 лет назад. Не последнюю роль в борьбе с пьяными водителями играет медицинско-психологическое обследование. В народе его прозвали тестом для идиотов. Пройти эту неприятную процедуру нужно тем, кого поймали с уровнем алкоголя в крови не менее 1,6 промилле. Или кто повторно попался. С содержанием спиртного более 0,5 промилле. Одна из клиник Кёльна как раз специализируется на подобных тестах. Сначала мы пытаемся понять, как часто пациент употребляет алкоголь. Я приведу пример. Когда кто-то говорит мне, я вообще никогда не пью, а то, что у меня сейчас 1,7 промилле – это чистая случайность, я делаю вывод – такого быть не может. В такой ситуации сесть за руль невозможно. Человеческий организм так не работает. Главная задача водителя – постараться убедить психолога. За руль он пьяным больше не сядет. По словам врача, нарушители часто не сразу сдают тест для идиотов. Это удается им лишь со второго или даже третьего раза. Помимо общения с психологом, нужно пройти тест на реакцию. Необходимо запоминать картинки и быстро отвечать на вопросы, а также в правильном порядке нажимать кнопки и педали. Кроме того, необходимо пройти общее медицинское обследование. Обойдется процедура в лучшем случае в 500 евро, в худшем – в пару тысяч. А это уже вечерний Кёльн в субботу. Цульпехерштрассы, в местных барах и кафе в это время всегда много посетителей. Что думают немцы о пьянстве на дорогах? И нормально ли для них выпить бокал местного пива «Кёльш» и сесть за руль? Один бокал – это нормально, но больше уже нельзя. Я определенно не могу пить пиво и потом садиться за руль. Но я думаю, есть много людей, которые скажут, что одно пиво не считается. Каждый должен сам решать. Кто-то весит больше, кто-то пьянеет медленнее, кто-то начинает гнать по шоссе, кто-то, наоборот, едет спокойно. Но полиция Бона тем временем отрапортовала о результатах рейда, в котором принимала участие наша съемочная группа. За ночь стражи порядка проверили 538 водителей и провели 142 теста на алкоголь. Три человека были изрядно пьяны. Самым злостным нарушителем оказался вовсе не водитель, а 38-летний мужчина, который возвращался домой в половину четвертого ночи на велосипеде. У него уровень алкоголя в крае составил 1,56 промилле. Это примерно 7-8 бутылок пива. И при неблагоприятном исходе это грозит велосипедисту лишением прав на управление автомобилем. На глобальном газовом рынке происходят революционные изменения. Главная причина — возросшая популярность фрекинга. Благодаря этой технологии США резко увеличили добычу сланцевого газа. Об ослаблении зависимости от импортеров мечтают и европейские страны. С ланцевым газом богата не только Польша, об этом говорят довольно часто, но и Германия. Однако власти ФРГ хотят ужесточить правила применения фрекинга. И таким образом идут навстречу местным жителям, которые опасаются, что фрекинг нанесет вред окружающей среде. Дело в том, что эта технология предполагает закачивание в горную породу под большим давлением смеси воды, песка и химикатов, в том числе ядовитых. Протесты против добычи сланцевого газа здесь проходили уже не раз. Два года назад в Нижнесаксонском Лиунне американский нефтяной гигант Exxon Mobile проводил геологическую разведку. Инженеры и химики брали пробы грунта на глубине одного километра. Их целью было установить, есть ли в породе газ и окупится ли применение здесь фрекинга. Правда, пока концерн решил от своих планов в Нижнесаксонии отказаться. Вызвано это было, в числе прочего, протестами местного населения. Речь идет о производстве на огромных территориях, от берегов Атлантики во Франции до Польши, где эта технология может применяться. Это означает, что на каждом из месторождений будут построены одна, две, а то и все четыре установки по гидроразрыву пластов. А это увеличит риск попадания химикалий в грунтовые воды. Такие кадры, как эти, сделанные в США, лишь увеличивают число противников фрекинга. Ведь в домах жителей некоторых районов, где добывают сланцевый газ, вместе с водой из крана вдруг пошел газ. Тем не менее, добыча сланцевого газа в США не вызывает особых протестов. Только за последние три года объемы производства увеличились в три раза. Соответственно, упали и цены, а США уже стали крупнейшим в мире производителем газа. Каждый год в страны Евросоюза прибывают десятки тысяч нелегальных мигрантов. Если их не признают беженцами, получить право остаться в стране и работать практически нереально. Один из немногих вариантов легализации попасть под амнистию. Такую возможность время от времени предоставляет целый ряд стран в Евросоюзе. В начале этого года к ним присоединился и Люксембург. Насколько реально выполнить условия легализации, об этом на конкретном примере мы расскажем в следующем сюжете. Люксембург. В этой квартире Данко работает уборщицей. Десять часов в неделю. Нелегально. Она живет в Герцогстве уже три года, но разрешения на работу у нее нет. Я боюсь показываться на улице. У меня могут спросить документы. В автобусе, например, когда проверяют билеты. Или в поезде. Там тоже очень много контролеров. То же самое в городе, когда я иду в магазин. Я живу в постоянном стрессе. Боится и сама хозяйка Александра, родом из Люксембурга. Она подружилась с сербкой и взяла ее на работу без документов. Тем самым она нарушает закон. Но таких, как Александра, в Люксембурге немало. Очень многие работают нелегально домработницами или в отелях и ресторанах. Их труд является очень, повторюсь, очень большим вкладом в нашу экономику. В благополучии общества здесь, в Люксембурге. Труд нелегальных и полулегальных мигрантов в Великом Герцогстве – это экономический фактор. Гарантировать приезжим минимальную зарплату – 1900 евро в месяц – многим работодателям просто не по карману. Евросоюз вынуждает Люксембург принимать более жесткие меры. Так, согласно новому постановлению, у незаконно работающих мигрантов и их работодателей есть время лишь до конца февраля этого года, чтобы заявить о себе государству. В таком случае их, возможно, могут амнистировать и предоставить разрешение на работу. Предприятиям предоставляется возможность привести свои кадровые вопросы в соответствии с требованиями закона и предложить занятым там людям стандартный рабочий контракт со стандартным социальным пакетом. Для этого, однако, работник должен проживать в Герцогстве не менее 9 месяцев, претендовать на минимальную зарплату и работать 40 часов в неделю. Но для большинства требования эти чересчур строгие, поэтому многие мигранты и их работодатели не желают играть в открытую. Консультации в независимом центре помощи мигрантам Асти. Александра и Данка хотят использовать свой шанс. Проблема в том, что Александра имеет право оплачивать сербке лишь 10 часов в неделю. Это значит, что и другие работодатели Данки должны помочь ей. Это нелегко, но она все же хочет попытаться. В тех случаях, когда работодатели помогают обращающимся к нам людям, то есть звонят сюда, пытаются урегулировать ситуацию, сразу чувствуется, что эти посетители более уверены в себе. Но есть иммигранты, чьи работодатели скептически относятся к этой идее и вовсе не готовы их поддержать. Такие люди испытывают настоящий страх. И страх этот легко объясним. Ведь только те, кто соберет все необходимые документы, могут надеяться на получение разрешения на пребывание в Люксембурге. В противном случае и работнику, и работодателю грозят жесткие санкции. Я хочу получить разрешение на пребывание. Я хочу жить в Люксембурге на законных основаниях. И, наконец-то, спать спокойно. Данке, наверное, удастся получить необходимые документы. Но шансов на легальное трудоустройство у таких, как она, не очень много. Работодатели считают, что платить им больше, чем раньше, будет невыгодно. Еврозона по-прежнему борется с кризисом. В каком-то смысле он стал частью повседневной жизни. Возьмем Испанию, вернее, испанскую сиесту. Раньше традиция отдыхать в послеобеденное время считалась незыблемой. Но кризис внес свои коррективы. Жители страны все чаще отказываются от привычки вздремнуть днем часок-другой. Несколько месяцев назад в Испании даже вступил в силу соответствующий закон, позволивший официально увеличить часы работы. У скотовода Пипа с севера Испании работа напряженная. Встает он чуть ли не с петухами, а возвращается домой поздно. Поэтому для него послеобеденный сон – это норма. И это время сиесты. Мне необходимо эти полтора часа после обеда. Если не поспать, будет тяжко. Никакого удовольствия от работы. Чувствовать себя буду плохо. От многочасовых обеденных перерывов не отказываются и в больших шумных городах Испании. Например, в Барселоне. В половине второго закрываются многие магазины и лавки. Открываются они лишь в пять. Продавец Карлос также использует это время, чтобы вздремнуть. Пока. Я думаю, все идет к тому, что мы больше не будем днем закрываться. Это же туристическая зона. И мы должны в это время работать. Так будет удобнее для посетителей. Хотя многие здесь и против. Но понимаете, бизнес есть бизнес. Теперь, чтобы туристам не приходилось простаивать перед закрытыми дверями, магазины работают 90 часов в неделю вместо 73. Испанское правительство изменило закон, регламентирующий их работу. Это должно простимулировать торговлю и способствовать появлению новых рабочих мест в этой отрасли. Традиционная сиеста играет для испанцев огромную роль. Но постепенно требования рынка устанавливают свои правила. Испанское сиеста возникло как следствие приспосабливания к экстремальным условиям. Не только жара заставляла людей устраивать послеобеденный перерыв. Дело в том, что в послевоенные годы прожить, работая всего лишь в одном месте, было сложно. Многие люди были вынуждены трудиться на двух работах одновременно. И это был единственный возможный способ разделить день так, чтобы вы отдыхали не только ночью, но и был небольшой перерыв между двумя работами. Скотоводу Пипо везет. Как и его отец, он все еще может каждый день устраивать сиесту. Но Пипо понимает, что это привилегия. И в его отрасли сейчас не все так спокойно и надежно, как прежде. Сиеста или без, хочется надеяться, что Испания скоро выберется из кризиса. О развитии событий мы расскажем на нашем сайте по адресу dv.de.ru Там же вы найдете информацию о международном конкурсе блогов The Bobs, который проводит Deutsche Welle. До 6 марта вы можете предлагать своих кандидатов. Одна из номинаций – лучший блог на русском языке. Мы будем рады вашему участию. Подробная информация на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok